Ивана Федорова подключаем к городскому главу города Мелитополь, это Запорожская область. Вот сейчас мы с ним как раз поговорим о последствиях для этого региона. Иван Сергеевич, приветствую. Здравствуйте, Иван, рады вас видеть. Привет, приветствую вас. Расскажите, пожалуйста, вот все-таки цепляет эта катастрофа, я имею в виду наводнение, этой воды, которая выброшена была из Каховского водохранилища Запорожской области, или по географии обходит ваш регион? Если мы говорим исключительно о затоплении, то обходит. Но катастрофа, которая сегодня случилась, это не только про затопление. Это про ряд вещей, которые точно несут опасность не только Херсонской области, но и, как минимум, Запорожской и еще большому количеству окружающих регионов и населенных пунктов. Ну, во-первых, Запорожская атомная электростанция. Охлаждение реакторов, которое обеспечивалось за счет Каховского водохранилища. И знаю четко, сегодня собралось ряд совещаний для того, чтобы предотвратить возможные чрезвычайные ситуации на атомной электростанции. Но все мы должны понимать, что ее сегодня контролирует ВРАХ, как контролировал нашу гидроэлектростанцию Каховскую. Поэтому это первое, что приходит в голову, когда мы говорим, какие последствия может принести данная катастрофа. Второе последствие, которое уже точно принесет катастрофа, это недостаток, дефицит питьевой воды в нашем Запорожском регионе. Объясню, в чем суть. Большое количество населенных пунктов временной части оккупированной территории Запорожской области питались пресной водой непосредственно с Каховского водохранилища и реки Днепр. Например, такие большие города, как Бердянск, такие населенные пункты, как Приазовская, Приморская, Акимовка. Все они запитывались непосредственно от западногруппового водовода, который непосредственно шел от Днепровской воды. И на сегодняшний день мы уже четко понимаем о том, что будет большая проблема с водоснабжением в этих населенных пунктах. Что касается моего родного города Мелитополя, то тут с водой, скорее всего, будут, но несколько меньшие проблемы, потому что город Мелитополь питался водой от артезианских скважин. Но мы все абсолютно четко понимаем, если уменьшится уровень воды, он уже уменьшается в Харховском водохранилище и в Днепре, то и грунтовые воды также уменьшатся и сменится их нахождение. Поэтому не факт, что скважины будут выдавать тот дебет, который будет достаточен для потребления жителями города Мелитополя. Но также мы должны обратить внимание на ту ситуацию, которую враг нанес сегодня нашим растительным системам и сельскому хозяйству. Все мы знаем о том, что юг Запорожской, Херсонской области насчитывает огромное количество растительных систем, которые в нашей засушливой степи спасали сельское хозяйство и помогали выращивать лучшие урожаи. Так вот, с сегодняшнего дня данная растительная система абсолютно не функционирует, потому что за счет каскадов она наполняла магистральные каналы, сегодня она уже не функционирует. Резюмируя все сказанное, это экологическая катастрофа, это экономическая катастрофа, и это в целом делает невозможным развитие региона без восстановления Каховской ГЭС. Именно этого и добивается враг. Ему абсолютно без разницы, что будет в наших городах, что будет с нашими жителями, мы это видим по массе примеров, поэтому он уничтожает все. Иван Сергеевич, поступает информация, согласно которой оккупанты силы, которые находились еще недавно в районе Каховской ГЭС, перебрасывают сейчас под Мелитополь. Можете подтвердить или опровергнуть? На сейчас нет факта, потому что они перебрасывают непосредственно под Мелитополь. На сейчас мы больше отслеживаем и контролируем ситуацию, что происходит с теми жителями, которые пытаются эвакуироваться из временно оккупированной части Херсонской области, именно Левобережье, Днепра. И мы стараемся сейчас найти возможность помочь нашим жителям, чтобы обеспечить их выезд с временно оккупированной территории. Объясню суть вопроса. Сейчас враг пытается, с одной стороны, рассказать о том, что он будет помогать нашим жителям и давать им временное жилье в Кирилловке, Бердянске, где они постоянно обещают, но не дают, либо же эвакуировать на территорию России. Все наши жители уже знают, что такое эвакуация на территорию России. Это тот же плен, только под другим соусом. Поэтому сегодня мы должны с нашими международными партнерами сложить усилия, чтобы обеспечить возможностью наших жителей выезжать либо в страны ЕС, либо через Грузию возвращаться в Украину, либо непосредственно сразу же в Украину через Сумской регион, через Пеший Переход. Поэтому на этом больше сконцентрировано наше внимание сейчас. А что касается передвижения российских войск, то оно за последнее время существенно не поменялось. Перемещение ведется постоянно к Запорожской линии фронта, с одной стороны. А с другой стороны ведется постоянная ликвидация врагов на Запорожской линии фронта. Поэтому ничего страшного. Те, кто приезжают, точно будут уничтожены благодаря тому сопротивлению, которое есть во временно оккупированной части Запорожской области. И благодаря, конечно же, нашим героическим военным, которые каждый день делают все для достижения нашей победы и освобождения наших людей из временной оккупации. Иван, вы недавно говорили о том, что ФСБ завезло специально обученных кротов, то есть шпионов в Мелитополь для того, чтобы искать партизан, как-то входить в круги доверия, так по-моему, общаться с местными людьми. Расскажите, пожалуйста, детальнее об этом, что это за группа людей, почему именно сейчас завезли, я так понимаю, для того, чтобы усожнить контрнаступление? — Причина одна. Вот уже год и пять месяцев враг контролирует наш город только физически. Он не может контролировать людей, он не может контролировать поддержку людей, он не получает поддержки людей. Соответственно, единственный повод, которым он может получить контроль над людьми, это снизить сопротивление. Стандартные пути у врага в снижении сопротивления — это забирать наших людей в плен, депортировать их и уменьшать физическое сопротивление, которое есть. Наконец, они поняли, что это невозможно, и теперь они идут новыми механизмами уменьшения сопротивления. Механизм, который работает сейчас, это они завезли каких-то молодых людей из временно оккупированного Крыма и из континентальной России, с помощью которых, задача которых стоит заводить разного рода разговоры с местными жителями и задавать провокационные вопросы. Как вы относитесь к спецоперации, как вы относитесь к тому, что тут теперь Россия навсегда, и так далее. И, соответственно, с помощью этих провокационных вопросов они надеются найти сопротивление. Это раз. Второе, они точно так же поставили себе на работу всех таксистов. ФСБ поставило на работу всех таксистов. И такая же задача сейчас стоит у таксистов — разговаривать своих пассажиров, понимать, откуда едут, зачем едут и куда едут, и с каким настроением, и каким впечатлением по поводу той войны, которую развязал враг на нашей территории. Поэтому сегодня действительно они пытаются чувствовать ситуацию, которая происходит, и пытаются таким образом уменьшить сопротивление жителей на временно оккупированной части Запорожской области. Иван Сергеевич, а насколько сильны патриотические настроения сейчас во временно оккупированном Мелитополе? Я думаю, что истинно патриотические настроения мы увидим исключительно, когда наши вооруженные силы деоккупируют наш город. Мы все это увидим. Сегодня проявление патриотизма, к сожалению, это на грани жизни и смерти. Мы все это четко должны понимать. Но если у врага не получилась ни одна из намеченных целей, ни проведения фейкового референдума, ни проведения паспортизации, ни 5 мая проведения эвакуации, ни проведения третьей волны паспортизации, которая длится сейчас, ни восстановления учебного процесса, ничего. Если уровень коллаборации в Мелитополе ничтожно низок. Я думаю, что вот те примеры, которые я привел, это и ответ на то, что происходит сегодня в Мелитополе. Все ждут возвращения наших вооруженных сил и возвращения украинской государственности на нашу территорию. Да, это объективные факторы, на которые можно ориентироваться. Очень важно этого дождаться, да, и не подставляться лишний раз на рожон, конечно же, нашим гражданам. Действительно, пусть как в Херсоне хранят украинские флаги под плиткой, будет день, когда это будет уместно их развернуть и рассказать действительно обо всем наболевшем. Иван Федоров, огромное вам спасибо за участие в эфире. Городской глава города Мелитополь был с нами на прямой связи. Спасибо большое. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Субтитры создавал DimaTorzok